так пацаны круто спасибо что нас поддерживаете блин столько на донатили мы короче с саней поделили поровну как обычно я себе купил нормальный красавица mercedes смотри какой вообще красава а саня себе купил макбук про сейчас мы у него узнаем чё там в нем ну ка здорово саня ну чё там да ничего и тюз пытаюсь войти по своей учеткой так у тебя чё какой макбук то вообще это последний ну как последний 2016 года ретина touch bar 13-дюймовый вот здесь можно посмотреть 4 thunderbolt 3 порта так а здесь у нас thunderbolt он ли вот здесь два так и здесь тоже и чуй и вот эти здесь наушники есть можно нормально вот не айфоновские вот эти брать с лайтнингом а все-таки обычные классические наушники не знаю мне есть с собой нет у меня с собой не подготовился в общем я напоминаю что thunderbolt здесь форм-факторе юсб тайп си так и прям вот это дожить круг потому что очень много уже аксессуаров сделали таких более или менее универсален в том числе например gopro на который мы снимаем этот ролик он тоже юсб тайп си поддерживает поэтому все плюсы ты главный девайс покажи вот самый главный девайс который не включен вот в набор с ноутбуком он да ты имеешь ввиду то без чего невозможна жизнь вообще у меня здесь где-то внутри 50 рублей вот эта штука стоит 50 рублей это юсб тайп си а мама юсб тайп эй это профессиональных windows пацанов для windows вводов да как ты иначе флешку с xp воткнешь чтобы сюда поставить в принципе никак а xp это единственная версия windows которая есть поддержка тачбара так мне тут приходят коды ну что еще нужно сказать тачбар вы уже видите например в данном случае у нас айтюнсовский подключен во-первых escape которого нету и все вот эти шутки по поводу того что нужно выделенную кнопочку escape который по юсб подключается при ну тебе как удобно вообще вот escape вам таким пользоваться мне удобно сейчас на паузу поставить ответ на телефон а вода ну кроме этого нужно сказать что даже в тренажке даже в тренажке теперь колонки смотрят вверх и прям она тру стерео выдает я прям даже можешь включить нам давай так какие-нибудь там грибы вот это кто сейчас слушает все давай чё там у тебя да но и металлика у тебя металлика я не буду грибы включать я попробую зайти на soundcloud.com так как вы видите здесь показывается вкладки я могу между ними переключаться с помощью тачбара вот это круто вот это круто поиск могу осуществлять по странице могу осуществлять переход по другим вкладкам а здесь мне мои топовые показывают вот он soundcloud кстати клавиатура здесь та самая которую ввели на макбуке 2012 года 12 или может 15 тот который тонкий который ноутбук батареи который первый был без светящего с яблочкой а здесь по ужас яблочко не светится я хочу себя увидеть вон он я вот он я да потому что многие покупали эти компьютеры только ради того чтобы не светилась яблочко теперь всем им придется покупать dell xps или или lenovo lenovo это йогу да там возможно тоже светится и здесь ну вот здесь нет попробуем звук вот так добавляется можно добавлять по позициям нас возможно забанят звук он прям вот ты чувствуешь его даже на мягкий какой-нибудь плед мягкий мягкий плед какой-нибудь положить колонки то вверх смотрят они не как в прошлом макбуке провод оттуда дует туда вниз и ты как бы что-то там должен расслышивать и так далее поэтому да есть как бы но вообще ощущение вот от огромного вот этого дать под трекпад теперь просто гигантский он уже размером на телефон я прям вот прям вот размером с телефон как вот я даже больше чем телефон но есть тут уже 7 плюс к и попахивает в этом в этом трекпаде он очень круто он как всегда поддерживает все классические жесты там по отодвиганию под двигание и так далее это это за руби музыку не умеет здесь ничего выключать на макбуке 2015 года клавиатуру бабочку вот это вот представили у которой очень мелкий ход то есть ты жмешь кнопку и ты практически не чувствуешь что она жмется то есть нету вот этого вот этого опускания клавиш в криминальном и не в криминальном смысле они очень легко жмутся и в частности такая конструкция позволяет даже на пробел жать всего с одного маленького уголочка и вас не остается ощущение вот этих качелей которые крылатых которые качаются нет вы всего лишь жмете и она она жмется она просто жмется just works по филу шиллеру мы заходим на наш подкаст который вышел час назад буквально свежак да и и внимание он нам показывает здесь на тачбаре когда ухожу фуллскрин прогресс бар ютюбный ловит ёшки-матрёшки здесь мы можем видеть что почти час пятьдесят шесть осталось хотя час уже посмотрели это трехчасовой подкаст этот раз получился здесь есть пауза play здесь есть фуллскрин не фуллскрин то есть ну все вещи которые вы привыкли видеть в ютюбных контролах которые вы жмете вот здесь теперь вы можете жать прямо на тачбаре определенный когнитивный диссонанс создается в том что ты не понимаешь куда смотреть сюда или сюда и у тебя начинает глаза прыгать на наверное в какой-то момент ты к этому уже и привыкаешь то есть просто прыгаешь глазами и нормально разрушил сам прыгать но до серии появился теперь здесь вот здесь например ну-ка сейчас сейчас во-первых я добавлю звук нам не слышно что нам говорит серии что такое you web design вот кое-какая информация об этом он просто поймал веб-дизайн ну-ка you web design и так юсби знаю ну вот вот да вообще здесь есть сканер отпечатка пальцев дача иди вот вернемся к эмадзи вот он я теперь зоидина подо мной я говорю что я ее веб-дизайн я не александр гончаров сегодня днем вы мистер андерсон простой служащий в юридической компании ночью вы хайкер беспредел где драмчик на фоне не будет его теперь пишу я хотят здесь у меня этот классическое мое как это называется предиктивный набор который predict предсказу предсказывает но здесь есть вот эта кнопочка никита чуть-чуть не животом и здесь часто используемые смайл и вот что я думаю вы можете здесь увидеть он он на экране что я думаю по поводу того что не будет теперь драмчика на фоне а его реально не будет я не могу ничего с этим поделать но да вот так можно использовать этот тач-бар для быстрого доступа к эмадзи в тот момент пока у нас все происходит мы зайдем в каких-нибудь артистов на айтюнс допустим блин нас забанят на хрен пусть будет junip за на за него не забанят появляются контролы которые для айтюнса работают сейчас соберу громкость то есть вперед назад пауза стоп это очевидно добавить добавить в плейлисты создать плейлист из этого конкретно и так далее то тут вот отложено это уже хочется прямо на сам экран жать хотя казалось он не сенсорный я не знаю насколько apple планирует вообще какой-то поддержку сенсорных вообще экранов полностью можно кстати вызвать классическую классические вот эти функциональные клавиши вот этой стрелочкой здесь будет все это увеличение яркости как вы привыкли яркость клавиатуры который нельзя из-за того что слишком на улице сейчас светло launchpad mission control ну то есть к этому к этому уже все привыкли можно между экранами айтюнсовскими вкладками перемещаться там для вас последние добавленные в общем в общем вы поняли функциональные клавиши подстраиваться под приложение я могу в данном случае продемонстрировать фото я сюда импортировал какую-то хрень сенсплэша чтобы показать много и если я в нее перемещусь то здесь внимание на тачбаре миниатюрки других фоточек я могу на них жать и перемещаться между ними скролировать в принципе все все плюсы кроме этого я находясь в фото внимание это важно могу нажать вот это это состояние активного приложения и здесь в айтюнсе уже сразу мне я другой трек буду а потом хоп и возвращаюсь дальше к фото здесь я могу отсюда улучшить что-нибудь перевернуть то есть ну apple естественно все свои приложения адаптировали к тачбару из коробки иначе как бы они продали же он не может не радовать да хотя уже проприетарные всякие вещи типа фотошопа тоже работают с этим какие-то диджейские программы то есть но кто-то даже дум здесь умудрялся запустить вот такая яркость у 2014 макбука и где-то вот такая уже у этого топового и цветопередачи я не знаю тут цветопередача цветопередачи то есть мы гоупрошечкой будем пытаться показать насколько сочные здесь цвета но очень сольера я считаю да то есть вот прям поражает воображение на самом деле и это нужно просто чувствовать это ощущение все же у нас про ощущение что ты скажешь александр про цену про цену скажи ее тоже нужно чувствовать ведь мы купили это с доната 138 тысяч рублей минимум ну да это это стартовая абсолютно моделька в которой ничем примечательным не отличается кстати это американский макбук он обошелся в 90 рубасов и здесь наклеечки есть с русскими буквы для того чтобы как бы ну понимать ну и иди су и кен и барби естественно где фн кстати на тачбаре у нас появляются с очки ну слушай то есть ф очки присутствуют если ты хочешь вдруг объем скак можно убьет escape так а можно вот в общем то в принципе практически все что можно отлично ну ты как вообще вот по ощущениям ноутбук он отбивается по эмоциям у нас же мы с тобой в каком-то из крайних подкастов обсуждали что у нас теперь не общество потребления нас теперь общество эмоционал впечатление общество впечатления я не помню как там это звучало и вот именно этот компьютер он прям вот основной представитель общества эмоций второй представитель это вот например gopro таких эмоций которые мы испытываем по прослушивание встроенного звука вот говна который получается за яйца подвесить звукорежиссера gopro который считал что это будет удовлетворительно цех 3 микрофона ведь добавить нас каждого из этих трех микрофонов звук только хуже и хуже я я я ждал когда я пощупал этот тачбар нужно теперь нужно ждать не пощупывание а когда большее количество приложений его будут поддерживать это это как с девушкой сначала пощупывание а потом какая какие приложения надежда че как бы че еще можно че еще можешь тачбар вдруг у нее есть вдруг можно escape какой-нибудь аппаратно-программный придумать и так далее в общем представляешь в кодовых редакторах сниппеты можно будет этим вызывать какие-то я на самом деле тоже сомнительная так сказать перспектива перспектива но есть есть тача иди теперь нужен еще и для оплаты как вы понимаете можно в воле и apple pay при приложить свою карточку почему просто приложить она добавится да и и потом платить уже только по отпечатку пальцев это прекрасно что касается самого тачбара в графе клавиатура его можно настраивать как хош может быть и не в графе клавиатуры я слушаю не помню клавиши модификации нет я буду прям в прямом эфире тупить настроить полосу управления твою мать вот она здесь можно перемещать смотри попробуй взять в круг кнопником они дрожат эти кнопочки точно так же как на ios дрожат иконки когда удаляет то есть они они боятся что ты именно вот это сейчас уберешь и скажешь вот этот блок мне не нужен блин но неважно готова то есть это все можно настраивать я считаю что он точнее мне мне кажется что максимально вот то вот то что какое приложение в данный момент открыто пустой пока мне кажется это та самая интерактивность которая должна быть но возможно вы будете скучным и настройте себе тачбар на все времена которые вас там это отклад открывает вкладку свека всегда из любого приложения это вкладку там с музыкой этот открывает там я не знаю launchpad уже все есть в этой жизни хотя launchpad все таки конечно launchpad а порнхаб можно просто одну кнопку для порнхаба придется две первая vpn которая пробраться чтобы порнхаб открылся или хотя бы которое расширение в google chrome включает чтобы переходить или тор браузер тут два вариатора уже сам порнхаб но но может возможно как-то макросам можно я думаю это единственная нужная вещь потому что вот здесь нет юсб и как бы есть тайп си конечно у терминала есть какие-то можно сменить цвет терминалам ты покажи нижнюю часть терминала он меняет цвет окна прямо здесь с тачбара мы в принципе можем косвенно понять как выглядит палитра скорее всего в фотошопе именно так здесь просто не установил фотошоп ман страницы допустим я хочу команду сиди и здесь есть хоп сразу man страницы сиди и он открывает отдельное окно терминала именно для мансики блин мать это круто казалось бы чё в терминале то можно сделать такого чтоб тачбар но вот чуть-чуть можно например альт табаться можно сказать перед этими открывать дополнительные какие-то здесь вкладки в общем даже true бородатым чувакам линуксоидом есть что привнести в свой work flow с помощью этого отличного интерфейса в общем подписывайтесь на канал ставьте лайки рассказывайте друзьям пишите комментарии если хотите больше подобных видео обзорных интересных интерактивных я бы даже сказал молодые ну хочу в моей машине вы поняли пацаны ставьте лайки подписывайтесь на канал продавайте подписывайтесь на канал